Всем привет, меня зовут Стелла, и сегодня я покажу вам свой ежедневник, развороты и прочее-прочее на месяц декабрь. Я помню, что некоторые из вас просили делать такие видео, вот, поэтому я решила снять вот это видео. Оно снято на телефон, снято, оно всё целиком снято на телефон, поэтому качество и всё остальное будет соответствующее. И я, в общем-то, выгляжу довольно-таки затрапезно, потому что это было то видео, для которого я не наряжалась, не меняла одежду, не меняла обстановку, не собирала на своём столе, в общем, ничего такого идеального не делала. В общем, а тут у меня мой ежедневничек, про который я вам сейчас расскажу. В этом месте я решила внедрить формат для таких месяцев, когда у меня случается период полного вообще затупа в делах, и я понимаю, что мне надо чётко разобраться в том, чем я занимаюсь в течение дня, на что я трачу время. Я отслеживаю прям по часам, чем я занималась в течение дня, и это помогает в двух случаях. Во-первых, это помогает точно понять, какое время уходит на прокрастинацию, какое время уходит на тушение пожаров, как я это называю, когда я просто занимаюсь разгребанием каких-то дел, вместо того, чтобы заниматься важными делами, потому что разгребать пожары можно бесконечно. И вторая польза от этого – это снимает некую такую тревожность, если можно так назвать. В какие-то моменты у меня появляется такое чувство вины, что, боже, не делаю ничего важного, я зря теряю время. Но когда я потом прохожусь по дню и вижу конкретно по каким-то 15-20 минутам отрезок, чем я сегодня занималась, я понимаю, что на самом деле я весь день работала, и ощущение того, что я не сделала ничего значительного, связано с тем, что либо я не сделала вот этих таких важных дел, просто тушила пожары, либо просто я немножко забыла о том, что у меня было много каких-то рутинных, не знаю, бытовых, каких-то административных задач, которые тоже надо выполнять, от них никуда не деться. Просто, естественно, в мозгу они не откладываются как что-то важное. Но иногда нужны дни, когда такие дела тоже разгребаешь. Насчет вот этого вот графика, да, расписывания по часам, я не думаю, что я буду весь прям декабрь так делать, но я хочу поделать так первые несколько месяцев, потому что в конце ноября у меня было какое-то такое странное ощущение, что я занимаюсь какой-то ерундой. Вот я хочу проверить. Плюс введение такого вот, в общем, графика, оно немножко тебя организует. И как бы, когда ты записываешь, например, этот график, что ты в очередной раз позанимался какой-то ерундой, ну, видимо, проявляется какое-то такое внутреннее чувство стыда, которое заставляет отодвигать прокрастинацию, всё-таки заниматься делами, чтобы график этот выглядел красиво. Это достаточно смешная и забавная деталь, как будто ты сам себя обманываешь, но почему-то это работает для того, чтобы самоорганизоваться. Ещё одна классная, кстати, причина, почему круто пару дней или недели повести такой трекер, прям посмотреть, что ты делаешь каждые полчаса. Для тех людей, которые, не знаю, страдают ADD, то есть всякие сканеры люди страдают с тем, что постоянно они переключаются с одного дела на другое. Можно увидеть, как сильно по дню ты бросаешься от того, что тут ты там одним занялся, с другим, и ты перескакиваешь. Это тоже помогает немножко понимать, как ты работаешь, и сесть и подумать, а хочешь ли ты всё время так работать, потому что это неэффективно, если ты перескакиваешь с одной дела на другое. И, с одной стороны, такой вот трекер немножко тебя держит в рамках, да, в какой-то структуре, а во-вторых, показывает тебе, кто ты есть на самом деле. Иногда это полезное знание. Добавила важную вещь. Я теперь планирую даже время отдыха, то есть я запланировала себе 20-минутный отдых, потому что я люблю переключаться с одной задачей на другую, хвататься за всё подряд, и это быстро, в общем-то, меня выматывает и приводит к моему постоянному, мне кажется, эмоциональному выгоранию. Поэтому я теперь решила себя прям заставлять отдыхать. Я, в принципе, поделала всякие рутинные дела с утра до того, как записала это видео, и надо немножко отдохнуть, потому что иначе, мне кажется, я не смогу потом продуктивно поработать. Вообще-то главная идея, которую я поняла, работая сама на себя, да, когда ты сам выстраиваешь свой график, что не тогда, когда ты вообще ещё его не выстроил, ты такой ленишься и ничего не делаешь, но когда ты уже начинаешь, в общем-то, работать и всё делаешь нормально, тебе кажется, что чем больше часов ты потрачу на непосредственную работу, тем лучше. Но на самом деле перерывы, причём такие насильные, в моём случае, перерывы, какие-то моменты, когда ты делаешь какие-то вот вещи, там, планирование по ежедневнику, выписываешь какие-то целезадачи, брейнштормешь по каким-то проектам, вещи, которые не влияют, как кажется, да, на конечные результаты, на саму продуктивность, они на самом деле очень важны. То есть заставить себя иногда 20 минут отдохнуть, это классно для того, чтобы потом сесть и сделать, на самом деле, ещё больше, быть более продуктивным, с более отдохнувшим мозгом. Естественно, это не сработает для тех людей, у которых ещё не выстроена работа. Если ты знаешь, что у тебя 20-минутный перерыв выльется, там, в три часа занимания чем-то не тем, скорее для меня это для тех моментов, когда я очень продуктивна, то есть я хочу прям работать, но я специально, в общем-то, как-то себя отталкиваю от работы, чтобы мне сильнее хотелось, что ли. Хотела показать вам одну классную фразу, которую я встретила в начале года и постоянно к ней возвращаюсь. Your speed doesn't matter. Forward is forward. Смысл этой фразы в том, что иногда мы очень сильно загоняемся по поводу того, что нет результатов по каким-то проектам. Иногда мы отказываемся от какой-то деятельности, потому что нам кажется, ой, ну что-то ничего у меня не получается, ничего я тут не достоин. И в какие-то моменты ты понимаешь, что нужно просто остановиться и сказать себе, есть ли движение вперёд, есть ли хотя бы какие-то маленькие результаты, пусть не такие значительные, как мы себе представляли, или как нам кажется нужно или как-то должно иметь для этих проектов. Если есть движение вперёд, значит, надо двигаться. Ну, если, конечно, ещё это движение подкрепляется, в общем-то, желанием двигаться в этом направлении, надо просто двигаться вперёд. Иногда нужно просто поверить в то, что это где-то там впереди, и надо двигаться, и надо делать, и, возможно, лично для тебя твой результат, он не будет такой быстрый, как для других людей. Не говоря уже о том, что ты никогда не знаешь, сколько сил было потрачено другим человеком, чтобы достигнуть того результат, который он достиг. Ты не знаешь, кто ему помогал на пути, ты не знаешь, в какие моменты у него включалась какая-то нереальная удача. Ты не знаешь, сколько он всего сделал, перепробовал и не смог, перед тем, как достичь того, чего он достиг, на что ты смотришь, как на нечто такое прям, о боже, вот он смог, а я не смог до сих пор. В общем, у всех своя скорость, у всех свои какие-то результаты, и главное, чтобы было движение вперёд. Если оно есть, то надо просто продолжать делать и вкладывать энергию в процесс, а не, не знаю, в саморефлексию в данном случае. Месяц декабря выглядит у меня примерно так. В общем, страница декабря. Здесь у меня так называемый брендам, когда я просто в начале месяца скидываю всё самое важное, что надо не забыть сделать. Для меня всегда есть один приоритет. Кстати, история про приоритеты. Сейчас очень модно говорить приоритеты. Там, моих пять приоритетов, моих десять приоритетов. Очень прикольно. В какой-то книжке я прочитала о том, что когда-то давно, когда слово приоритеты появилось в английском языке, priority, у него не было множественного числа. То есть можно было сказать только приоритет, нельзя было сказать приоритеты, потому что приоритет — это первая важная вещь. То есть у тебя не может быть несколько первых важных вещей. Но со временем мы впали в такой режим, что у нас существует огромное количество приоритетов. Я решила вернуться к идее того, что приоритет должен быть только один. Вот в моём случае на каждый месяц приоритет меняется, и я заметила, что когда я говорю себе, окей, Стэлла, даже если всё пойдёт прахом в этом месяце, и ты сделаешь только одну вещь, ответственно поработаешь по одному проекту, то какой проект должен быть? И вот если я так ставлю себе приоритет, у меня это случается. Вот эта вот табличка, она нужна мне для того, чтобы я каждый день в конце дня записывала, что самое важное, что самое значительное я сделала. Чтобы я не просто фокусировалась на количестве сделанных дел, а чтобы каждый день в одном из своих проектов я как-то значительно продвигалась. Чтобы было ощущение, что день прошёл не зря. О том, как я планирую день. Главные задачи на сегодня. В общем, я решила таким образом сделать. Я разделила на главные второстепенные задачи, главные, которые относятся к проекту, второстепенные, которые мне вот хочется сегодня сделать, но если я не сделаю первостепенные, я не разрешу себе заниматься этими. И я также добавила завтра на неделю. То есть если мне сегодня придёт в голову что-то, что нужно сделать завтра, то есть вот консультация должна была состояться сегодня, но она оказалась перенесённой на завтра. То же самое, если будут какие-то вещи, которые я знаю, что мне надо сделать в течение недели, то я, соответственно, их сюда буду записывать. Я не люблю планировать на неделю вперёд, потому что у меня слишком всё меняется. Поэтому я просто веду списочки. Кто смотрел мои старые видео, знает, что у меня был такой список «Хотспот». То есть в этом смысле «Хотспот» у меня как раз разделился на завтра и на неделю. Решила показать, как это всё выглядит в конце дня, более-менее заполнено. И я уже спланировала следующий день. Чтобы утро начать продуктивно, нужно, чтобы прямо с утра уже был какой-то план. Мне, кстати, понравился этот метод, писать важное и второстепенное, потому что когда я сидела, делала дела, у меня как-то очень быстро сделали дела и второстепенным. Потом я посмотрела, такая, «Нет, не лягу спать, не закончу работу, не перейду к другим делам, пока не сделаю важное». Так что главное, чтобы во важном не было слишком много дел. То есть четыре, вот это было уже много. Мне кажется, два-три — это прям самое лучшее для тех, кто вылезает из состояния прокрастинации. Один лайфхак у меня есть для тех, кто считает себя сканером, мультипотенциалом, для всех людей, у которых много-много увлечений, много-много проектов, и вам прям всё интересно, и вы любите читать какие-то информационные статьи, смотреть какие-то инструкции, какие-то на YouTube, ещё что-то. Я поняла две вещи. У сканеров, иногда не у всех, но у некоторых есть проблема того, что они никак не могут остановиться в этом своём исследовании, в поиске. То есть им кажется, что есть какая-то бездонная бочка знаний, и они должны докопаться до этого дна, и даже если они где-то в глубине понимают, что это бочка бездонная, они всё продолжают копать. И я понимаю, что для какой-то вот общей продуктивности, эффективности иногда я позволяю себе просто сесть, изучать какой-то вопрос, даже если это какой-то не суперважный в данном конкретном моменте вопрос, но я ограничиваю по времени. То есть я говорю себе, окей, там, до двух часов, или, ну, словом говоря, в течение следующего часа или двух, я вот могу всё делать, всё, что я хочу по этому проекту. Но как только это время заканчивается, я перестаю, в общем, покопать в этом направлении и начинаю заниматься какими-то делами, которые были запланированы сегодня. Либо я себе говорю, что как только я отвлекусь, то есть как только я перестану изучать этот вопрос, и мне захочется там, ой, кстати, вот такая вот идея по такому-то проекту, я брошу сделать ту идею, это значит, что всё. Я, как и сломала своё позволение изучать этот вопрос, и я тогда прикрываю изучение. Поэтому это меня немножко держит в том, чтобы заниматься всё-таки одним делом и не перескакивать с одного делом на другое. Второй очень важный момент, что если вы сканер, и вы, например, планируете день или как-то свою неделю, в общем, неважно, ставите какие-то планы, мы как сканеры, мы забываем о том, что изучение информации это неотъемлемая часть нашей жизни, что мы не можем без изучения информации. Но когда мы ставим свои какие-то планы, пишем какие-то списки дел, мы никогда, ну или редко в этих списках прям ставим в план изучить то-то, почитать то-то, не знаю, там, полазить по таким-то сайтам, попробовать себя в такой-то области. То есть мы это не планируем. И потом, естественно, в конце дня или недели у нас складывается ощущение, что мы ничего за этот день не сделали, что это какая-то была супернепродуктивная неделя. И что я делаю сейчас, это для меня такая достаточно новая практика, я обязательно закладываю в течение дня время на то, чтобы заниматься своим каким-то ресерчем. Иногда я знаю, каким конкретно я буду заниматься, то есть у меня по какому-то проекту не хватает знаний, я прям записываю, что окей, полдня, я буду изучать там всю информацию на эту тему. Иногда я просто закладываю какое-то там два часа в день на то, что я что-то там буду изучать. Это говорит о том, что я в общем-то в каком-то смысле embrace свою вот эту потребность, да, я как-то смирилась и согласилась с тем, что во мне эта потребность есть, и нет никакого смысла ее как-то все задвигать. И я как бы признаю, что это время, оно изначально, да, по умолчанию полезно, и поэтому я его заношу в свой список дел на день или на неделю. А еще у меня тут маленькое изменение, я своего большого толстого ежедневника решила на время переехать вот в этот, чтобы его можно было брать с собой везде. И здесь у меня будет только две тетрадки, здесь у меня было четыре тетрадки. Отсюда я заберу блокнот заметки, там я пишу всякие идеи для видео и прочие всякие штуки. И хотя сейчас еще не Новый год, для того, чтобы переезжать в Новый ежедневник, да, обычно все переезжают с Новым годом, я люблю это делать в декабре или как-то сильно заранее, потому что в Новый год начинается какая-то суета, и потом ты такой открываешь свой ежедневник, а он там где-то середине января, да, обычно, я помню, раньше у меня начинался. Мне очень не нравится такое странное ощущение пустоты в начале, поэтому я переезжаю где-то в декабре, иногда в ноябре, или вообще потом, только в феврале я, например, переезжаюсь. Я люблю переезжать какие-то неровные месяцы для того, чтобы не было какого-то такого четкого разделения, тут одно, а тут другое. В общем, как-то, чтобы планомерно въезжать в Новый год, что ли. Что было в моем старом ежедневнике? У меня была страница, где я планировала год, и я поставлю ссылку, я в прошлом году ее показывала. Сейчас я, соответственно, их пересматривала, эти страницы. Что-то сбылось, что-то не сбылось. Единственное, что я поняла, что зря я на самом деле сделала это в блокноте, который я носила, в общем-то, весь год с собой в обычном своем ежедневнике, потому что это не какие-то вещи, к которым ты возвращаешься каждый день, поскольку это были какие-то планы на год. Там же у меня бакет-лист 2020. То есть это те вещи, которые я бы хотела сделать, попробовать или достичь, или вещи, о которых я мечтаю, чтобы они произошли до 2020 года. Почему именно 2020? Потому что я понимаю, что когда мы ставим цели на следующий год, это все нереалистично. Но когда мы ставим какие-то цели на 2020, то есть на ближайшие, я это делала, соответственно, в прошлом году, то есть когда это на какие-то там на 3, на 5 лет вперед, это немножко больше дает нам свободы в плане того, о чем мы вообще хотим от жизни, куда мы вообще хотим двигаться. И потом, мне кажется, когда в 2020 я это открою, посмотрю, сбылось или нет, будет достаточно интересно посмотреть, что я думала, чего я хотела, и куда я реально пришла. Вот, кстати, мой бакет-лист 2020. Сейчас в нем 51 пункт. Не забывайте, что у меня есть новый подкаст, который называется «Подкаст. Давай поговорим». Его я веду со своей близкой подругой Аней Марчук, и мы там обсуждаем очень разные вопросы. Многие вещи с того, что мы обсуждали в подкасте, а вышло уже 11 выпусков, очень перекликают со всем тем, о чем я говорю на этом канале. И даже в какой-то момент некие мои черновики, не знаю, зарисовки вещей, о которых я собиралась говорить на канале, они перетекли в тематику для нашего подкаста. Я даже не знаю, когда я буду про это делать видео. Если вы еще не слушаете подкаст, очень рекомендую. Подписывайтесь. Его можно слушать с телефона. Если вы не пользуете подкастами и не понимаете, как слушать с телефона, как пользуете подкастными приложениями, то можете просто слушать его прям с сайта. То есть вы заходите на наш сайт поговорим.стлв.ру, заходите в тот выпуск, который вам интересен. В каждом выпуске мы обсуждаем только одну тему, то есть мы не разбредаемся, мы говорим про этот вопрос. Если вам какой-то вопрос интересен, то слушайте. Если вам эта тема не интересна, то пропускайте этот выпуск. И просто прямо на сайте, не знаю, это можете сделать с телефона, через браузер, с компьютера, заходите, нажимаете на аудиодорожку и слушайте. Забавно, что Bucket List родился из этого, знаете, такой метод спланировать 100 целей на следующий год. На самом деле очень сложно записать 100 целей. Ты в какой-то момент уже просто от, не знаю, как-то от безидейности пишешься в порядок, пишешься подряд, и в этом есть какой-то плюс, потому что ты докапываешься до каких-то своих истинных глубинных желаний и целей, до каких-то целей, которые тебе казались нелепыми. Ты такой, ну, как-то даже не серьезно этого хотеть, но там, в общем, они раскапываются. Очень сложно писать. В прошлом году я не смогла себя заставить сделать 100 вещей, но я решила сделать их, да, как я уже говорила, не на год, а на ближайшие несколько лет, потому что, мне кажется, это более логично. Ни один человек не станет реализовывать все эти вещи за один год. И вот ощущение того, что у тебя есть 3 или 4 года впереди, тоже как-то убавляет тревожность. Я даже думаю, если сейчас кто-то планирует, я бы сделала там бакет-лист 2025, то есть на 2025 год, и потом бы это как-то посмотрела бы. Вот. Я думаю, что я в этом году перепишу этот бакет-лист, сделаю его 2025, и заставлю все-таки 100 вещей написать, и, не знаю, может быть, даже отправлю себе какое-то такое письмо в будущее, которое я посмотрю через столько лет, и посмотрю, что из этого сбылось. Как я пишу себе письма в будущее? Во-первых, есть такие сервисы в интернете. Я, кстати, раньше каждый год, 31 декабря, себе писала письмо, которое я должна была прочитать 31 декабря следующего года. Но, кстати, не помню, мне кажется, в последний раз мне это письмо не пришло, и мне кажется, что этот сервис, короче, закрылся. Сейчас, что я делаю, я пользуюсь ежедневником Evernote, точнее, как это называется, записочником, да, по-русски, в общем, блокнотами Evernote, и там можно поставить ремайнер. То есть я пишу просто какую-то заметку, у меня есть специальный блокнотик для этого, и ставлю ремайнер прочитать это там такого-то числа, такого-то года. И вот для меня таким образом это работает. Где-то прочитала забавную фразу. Люди говорят, что мотивации надолго не хватает. Но, знаете ли, в душ сходить тоже надолго не хватает. Поэтому предлагаю душ принимать, каждый день. С мотивацией в идеале нужно поступать так же. Принимать какую-то пилюлю мотивации каждый день. Если вы давно следите за моим YouTube-каналом, вы знаете, что я сканер, и что у меня так построена работа, что каждый день недели посвящен какому-то проекту. В те месяцы, когда мне надо понять, какой у меня объем задач, я, в общем-то, на первой странице или на какой-то там первом разворачивании своего жедневника выписываю все проекты, которые у меня есть на этот месяц. То есть те дела, которыми я планирую заниматься. То есть это не вообще все проекты, которые мне интересны, но это проекты, по которым в этом месяце мне нужно хоть как-то сдвинуться. И дальше пока карандашом я написала все какие-то важные области, которые мне нужно сделать в этих проектах. Тут, как видите, еще не все области я закончила. Соответственно, когда я понимаю, сколько у меня на следующий месяц инициатив, и какой примерно по ним объем, я могу прикинуть, как их раскидать по неделю. Тут я уже начала прикидывать, это еще пока не финальная часть. Так на этапе планирования. Например, я понимаю, что понедельник у меня будет посвящен книге, вторник посвящен интернет-магазину, среда свободная, про это я чуть дальше скажу, четверг подкаст, пятница Etsy-магазины, суббота были блогер, воскресенье YouTube. Еще одна полезная тема про такую вот страницу проекта, она не только позволяет сосредоточиться в начале месяца на том, чем я буду заниматься в ближайшем месяце по каждому проекту, но и позволяет также использовать его такой таск-лиск, то есть список дел по каким-то направлениям. Например, мне пришло в голову, что надо исправить то-то или то-то. И сюда я буду просто записывать все дела, чтобы их потом не забыть. Когда ты ведешь все списки дел по каким-то либо темам, либо по каким-то делам, это очень удобно, потому что когда наступает нужный тебе день, ты просто открываешь этот список и оттуда берешь те дела, которые тебе надо делать. Как я уже сказала, что у меня среда, свободный день, я стараюсь на среду ничего не планировать. Я, в принципе, не являюсь человеком, которому нужны какие-то вот такие четкие выходные. То есть у меня, в принципе, жизнь не устроена так, что вот там все, шесть вечера, все закрываю, больше не работаю. Мне скорее важнее, чтобы работа была приятная, интересная, мотивировала меня, вдохновляла, и тогда мне, в принципе, выходные не нужны. С решением того, что на какие-то, например, неделю или сколько-то дней я могу просто куда-нибудь уехать путешествовать, я особо ничего не делаю. То есть мне скорее нужны раз там в месяц или раз в несколько месяцев какие-то длинные выходные, какие-то такие каникулы, но в течение месяца мне выходные особо не нужны. Но при этом, почему я не планирую среду? Я исхожу из того, что все равно могут возникнуть какие-то срочные дела, может возникнуть вдохновение на какие-то новые проекты, может быть возникнуть желание там что-то поизучать, чем-то заняться. Поэтому нужен один день на неделю, на который ты не распределяешь никакие проекты. В этот день я могу заниматься другим проектом, могу заниматься чем-то вообще новым, в общем, всякое может получиться. Плюс часто в среду я использую такой день, как сказать, разбора всего. То есть я могу там разобрать какие-то вещи, могу там, не знаю, навести порядок в файлах, разобрать фотографии или видео, которых у меня миллион. То есть это такой у меня день приведения дел в порядок. Или, например, в этот день я могу посеять, подумать, покреативить про какие-то проекты. Я уже много лет работаю по той схеме, что один день один проект. И с каждым годом убеждаюсь, что если ты человек с огромным количеством интересов и параллельных проектов, это идеальный вариант. Это создает в тебе такое ощущение, не знаю, ожидания праздника, потому что ты целую неделю этим проектом не занимался, ты успел по нему соскучиться, то есть у тебя не наступает такой момент, что у тебя проект приелся, у тебя не наступает такого какого-то выгорания по этому проекту, потому что ты по этому проекту скучала и насильно, в общем-то, себя сдерживала, чтобы им не заниматься. И да, этот подход не позволяет тебе как-то значительно продвигаться по какому-то одному проекту. И ты должен понимать, что подход в таком случае one thing at a time, то есть ты понимаешь, что подход в данном случае одна вещь, и ты в этот день не думаешь ни о чем другом, Ты не думаешь о каких-то других проектах, о каких-то горящих дедлайн. То есть ты просто полностью как в туннеле фокусируешься по этому проекту и занимаешься только им. Это дает некое такое успокоение глобальное по поводу остальных проектов. Потому что когда ты пытаешься в течение дня и тут немножко подкосить для одного проекта, и тут потушить, и там что-то покопать, это очень сильно тебя разбалансирует, и ты устаешь, потому что тебе постоянно кажется, что, боже, это какое-то непосильное море дел и проектов, которые мне никогда не сделать. Но когда у тебя туннель сфокусирован на один проект, ты понимаешь, что, окей, сегодня тушим только этот пожар. А там хоть что. Меня, кстати, часто спрашивают, что я делаю со старыми блокнотами. Я уже отвечала в контуре, что какие-то я выбрасываю, но какие-то я храню. И это сейчас отправится на полочку, где хранятся все мои... Большое количество того, что хранится, это старый дневник да Винч, это какие-то заметки типа оля дневниковые старые, это какие-то годовые планеры, которые я решила схранить, это старые обложки. Еще один блокнот, который я беру в путешествие, точнее обложка. Ну, в общем-то, и все. То есть я не особо храню, я храню только дневники и какие-то вещи, к которым я захочу возвращаться. То есть ежедневные, ежедневники я не храню, потому что для меня в этом нет ценности. Вопрос того, как больше успевать, зависит в том числе от того, как быстро ты работаешь, сколько процентов рутинных дел, каких-то таких административных, мелких, сколько таких важно глобальных дел ты делаешь, и насколько ты пытаешься просто делать все, или ты в какой-то момент говоришь себе, всех дел не переделаешь, вот буду делать только важные. Пускай где-то что-то проседает, но зато будут какие-то глобальные дела делаться, которые позволяют моим проектам двигаться вперед. То есть у меня вот эта идея двигаться вперед, она для меня какая-то ключевая. То есть я понимаю, что у меня могут быть там неотвеченные какие-то письма, у меня могут быть неотвеченные комментарии, но если я себе говорю, что-то у меня важнее сделать, например, новую статью или новое видео, или ответить на комментарии, я всегда скажу, что важнее сделать новый материал. И вот этого я стараюсь придерживаться. То есть где-то там хоть потоп, но должны делаться какие-то глобальные вещи. Не всегда, естественно, это для меня работает. Иногда бывает, что я просто закапываюсь в каких-то мелких делах, то, что я называю, тушить пожары. Но вот такой вот трекер позволяет мне немножко остановиться, посмотреть на свой день и сказать, что Стелла, прошла неделя, весь день, всю неделю тушила пожары, ни по одному из твоих проектов нет заметного такого внешнего сдвига. Хорошо ли это? Иногда, может быть, это хорошо, но иногда я понимаю, что, ой, нет, это нехорошо, и надо что-то менять в том, как я работаю. Следующий момент, очень важный в плане организации работы и того, чтобы делать что-то быстрее, это, как сказать, сбивание дел в какие-то большие блоги. Некое такое укропнение задач. То есть, условно говоря, если мне надо проверять какие-то комментарии, мне надо проверять почту, ко мне, например, приходят заказы в интернет-магазин, я стараюсь сделать так, чтобы я не дергалась каждую минуту на новый пришедший комментарий, на какую-то почту, проверяние статуса заказов, потому что это занимает время. То есть переключение с одной задачи на другую занимает очень много времени. Поэтому я стараюсь укрупнять задачи. Например, я проверяю комментарии два раза в месяц, иногда раз в месяц. Я проверяю почту раз в день, утром или там вечером, полностью ее все разгребаю. Когда я вела активно Инстаграм по боли-блогеру, то есть я просто выкладывала какие-то картинки Бали и писала какие-то интересные тексты про эти картинки. Это были такие мини-заметки про Бали. Я понимала, что если я буду каждый день думать о том, что, ой, так, надо сегодня что-то выложить, надо что-то выложить, это будет занимать много времени и отвлекать меня от дел этого дня. Я использовала специальный сервис, который постят за тебя в Инстаграм. Соответственно, я садилась в начале месяца и на ближайший месяц, иногда даже на полтора, создавала постинги по воли-блогеру. Соответственно, да, у меня, может быть, уходило полдня на то, чтобы написать эти все постинги, но однозначно эти полдня меня, в общем-то, спасали на ближайшие полтора месяца, потому что я знала, что полтора месяца мне даже не надо думать о том, что писать, когда, вовремя ли я публикую, правильно ли я advertising. У меня это все было сделано. И это некая такая, в общем-то, в каком-то смысле автоматизация, потому что эта программа сама постила, То есть мне надо было физически заходить, открывать и так далее. Заказами на Etsy, например, у меня такая история, что у меня стоит время обработки заказа 5 рабочих дней. Соответственно, это дает мне возможность заниматься заказами только один день. То есть один день я открываю, я смотрю все заказы, пакую их, собираю, формирую, нашлепываю этикетку и отправляю по почте. Зачем я это делаю? Для того, чтобы сэкономить себе время. Потому что если бы я каждый день открывала бы этот Etsy, пыталась разобраться, какие там заказы запаковать, то количество времени потрачено каждый день понемногу, чем сесть и скопом все сделать. Мой подход скопом переделывать сразу много дел, это подход, который для меня работает и, в общем-то, он экономит очень много времени. Очень многих людей такой подход пугает, потому что они не понимают, как можно отвечать на комментарии раз в две недели. Или как можно заказы отправлять раз в неделю. Ведь люди же хотят быстрых каких-то отправок. Ну, особенно здесь в Америке, все привыкли, что там чуть ли не на следующий день тебе приходит твой заказ. Но я не пытаюсь вас, в общем-то, уговорить на то, чтобы всегда все делать вот так вот, за такими большими сроками. Это скорее вопрос того, что вы просто отдаете себе отчет своих ресурсов. То есть если бы у меня был бы только интернет-магазин на Etsy, естественно, я бы каждый день занималась обработкой заказов. Если бы у меня был бы только блок один, вот единственный, то я могла бы каждый день отвечать на комментарии. Но я понимаю, что я не могу разорваться, я не могу делать это все, и я не могу успевать все. Поэтому, да, я жертвую тем, что я там не так быстро обрабатываю заказы, как другие магазины, но, с другой стороны, я даю возможность покупателю, в общем-то, выбрать. Он сам решает, хочет ли он иметь дело с моим магазином, который обрабатывает заказы 5 дней в неделю. И что интересно, когда я меняла в настройках, что я там обрабатываю заказы в течение одного рабочего дня, количество продаж у меня не увеличилось. То есть это о том, что не всегда людям так уж критично. Да, может быть, люди ждут, что вы ответите на их письмо быстро, что вы там ответите в течение полчаса на их сообщение. Но если вы так поставите свою работу, что вы людям объясните, что вы не отвечаете на письма в течение 30 секунд, что вы не проверяете почту, почту или мессенджера, неважно, по несколько раз найдете, то есть вы заранее им об этом скажете, то они будут нормально к этому относиться. У меня был период, когда, ну, сейчас уже редко приходит email. Раньше, как бы, в основном, народ общался по email, да, все какие-то рабочие вопросы. И у меня стоял автоответ о том, что, ребята, я проверяю email там три раза в неделю, поэтому дождитесь момента, когда наступит то следствие, когда я буду приезжать email, и я на ваши письма отвечу. Я помню, что мне кто-то сказал, что стоило это непрофессионально. Мой подход такой, что я же делаю это не потому, что остальные три дня в неделю я там где-то на Мальдивах лежу с коктейлем в руках. Я объяснила в письме, что у меня сейчас очень большой загрузка проектов в данный момент, поэтому вот это вот такие реальные сроки, по которым я могу проверять почту и отвечать. Если вам нужно быстрее, то вы можете связаться со мной лично, там, по телефону или по какому-то мессенджеру. Соответственно, адекватный человек, он, в общем-то, понимает, что, ну, окей, ну, ответит она мне там в течение недели, то есть если этот проект не требует, да, никакой срочности. То есть на самом деле не так часто люди на это негативно реагируют, как могло бы показаться. Да, вот у меня был один человек, который мне сказал, что это непрофессионально. Очень многие люди боятся, да, там, потерять клиентов, боятся того, что они сейчас какие-то возможности упустят. Но на самом деле те возможности, которые вам, как это, следует брать, они от вас никуда не денутся и никуда не вернутся. Вопрос просто в том, как вы все это обыграете. Естественно, если люди просто, в принципе, не знают, когда вы ему ответите, это может быть непрофессионально для вашего бизнеса. Но если они точно понимают, условно говоря, какие ваши часы работают, они просто под них подстраивают. И особенно, когда вы можете объяснить им какую-то легитимную причину. То есть вы не просто говорите, вот я проверяю почту, там, не знаю, как Тим Перрис писал, что он проверял почту только раз в неделю. Вы объясняете им, что я это делаю потому-то и потому-то. Опять же, это не какая-то вещь, которую нужно делать всем и всегда, и что это какое-то просто такое правило, да, как нужно действовать. Это скорее то, как я поступаю в сложившейся ситуации, когда у меня очень много проектов. И как вы видите, что, да, у меня, я каждому проекту посвящаю, в общем-то, только 4 дня в месяц, да. То есть у него свой день недели. Соответственно, если в месяц, в этом месяце 4 недели, да, у этого проекта будет только 4 шанса как-то, чтобы я прям полноценно потратила на него. Люди не чувствуют самореализации, если они постоянно остаются на одном и том же месте. Потому что жизнь – это рост. Если вы сидите постоянно за одним и тем же столиком успеха слишком долго, вы в какой-то момент соскучитесь. Прогресс равен счастью. Если вы растете в каком-то направлении, вы будете лучше чувствовать про свою жизнь. Ну что, вот такой вот краткий обзор того, как у меня будет выглядеть планирование месяца и какие-то в общих чатах принципы того, как я работаю. С чем я веду дневник? Во-первых, очень забавно читать его последствия. Когда я перечитываю какие-то записи, сделанные год назад, возвращаясь в это время, ты понимаешь, что, блин, ты забыл, что это было, ты забыл, что были эти эмоции. И это, во-первых, говорит тебе о том, что все пройдет. То есть, если ты забыл про это, даже какие-то минуты мучений, когда тебе казалось, что это прям самое-самое сильное, грустное, что с тобой происходило, а ты всего лишь через год уже эту эмоцию не помнишь. Это говорит о том, что все пройдет, все в этой жизни меняется, что время лечит. А второе, это дает такое приятное ощущение на душе, что такое, о, это я так думала, я так говорила. И ты можешь увидеть какой-то собственный рост, да, какой-то такой духовный рост, когда ты понимаешь, ой, неужели я действительно так думала, а сейчас я думаю по-другому, хорошим смыслом. И третье, наверное, для меня писать дневник – это терапия. То есть, когда у меня что-то происходит, меня там разрывают от каких-то эмоций, неважно положительных или отрицательных, у меня есть какие-то там тревоги на душе, у меня есть какая-то боль за что-то, у меня есть какая-то неуверенность, и я чувствую себя как-то так не очень хорошо. Когда я вливаю это на бумагу, особенно учитывая, что сейчас мы очень редко пишем рукой, и моя скорость писания ручкой, она очень медленная, это как-то позволяет, не знаю, немножко успокоиться, замедлиться, и это действительно как-то помогает немножко снизить степень вот этих вот моментов, особенно если это какие-то негативные эмоции. Не знаю, всем ли это помогает, но вот мне вести дневник, особенно по каким-то тревожным моментам, очень сильно помогает. Если не пробовали, если вы тоже тревожный человек, попробуйте, может быть, и вам это поможет. И вот момент украшения дневника, да, я уже не раз говорила на своем канале, что для меня украшение – это такая медитация. То есть если у меня есть какой-то тревожный момент, но когда я пытаюсь его облачить в какой-то такой красивый разворот своего дневника, это немножко как-то добавляет красоты в мою жизнь, если так можно сказать, масло масляное, и немножко меняет мое отношение, то есть как-то делает все это легче и проще. То есть когда ты добавляешь какие-то смешные стикеры животных или еще что-то, это как-то, не знаю, как бальзам на душу, что ли. И нет, это не про то, что ты маскируешь проблему или как-то задвигаешь. Это самое страшное, что можно сделать, да, задвинуть свои какие-то чувства, спрятать их, сделать вид, что их нет. Скорее ты даешь им значимое место, потому что ты, в общем-то, тратишь на это время, ты все это заполняешь, ты это пишешь. То есть ты отдаешься отчет, что это важная часть твоей жизни в данный момент. И ты не то чтобы пытаешься, да, ее замаскировать картиночками, ты просто отдаешься отчет, что да, в данный момент я испытываю такие-то эмоции, и я имею право их испытывать. Я не каждый день должен быть, как, не знаю, какой-то позитивный зайчик скакать в режиме дюраселла. Всякие бывают моменты. Но и приятное то, что надо забывать записывать, потому что когда ты там спустя полгода читаешь что-то такое приятное, что у тебя там сильная, в общем, в тот день инспирала, это делает тот день, когда ты это читаешь, каким-то очень позитивным. И я снова как будто бы на себя применяю, примеряю, не знаю, одеваю вот этот вот какой-то позитивный момент, какой-то тут радостный эмоций.